Снова всем welcome! Это снова я. Мы находимся на территории автошколы, где я тренировался ездить на мотоцикле, но на данный момент эта школа осуществляет тренировкой только на автомобилях, и мы можем посмотреть, как тренируются автомобилисты здесь. Мотошкола здесь в данный момент существует только на скутерах, и что печально. Ну, в общем, не суть. Сейчас немного расскажем про то, как тут сдают вообще и какие тренировки. Вот со мной находится рядом Денис. Всем привет! Он тоже хочет сдать на автомобиль сначала, на механику или на автомат? Ну, я попробую поездить на механике. Если пойму, что я осилию экзамен, то, конечно, было бы классно сдать на механику. А если что-то пойдет не так, я пойму, что путаюсь в переключении передач, то лучше не буду рисковать и сдам на автомат. Окей. Немного расскажу вообще про то, как здесь сдают на автомобилях. Здесь существует два типа. Это механика автомат. В данный момент мы находимся на треке, где у них как раз собираются, и они стартуют отсюда все. Цена, кстати, за эту школу примерно 5000 йен за час. 5000 йен за час тренировок. И там полностью рассказывают и показывают, как сдавать экзамен. Именно как сдавать, а не как ездить. Потому что они подразумевают, что вы уже умеете ездить, и вам нужно просто сдать экзамен в центре переэкзаменовки. На данный момент здесь как бы находится, как мы видим, двойная сплошная. Ну, как сказать, двойная сплошная. Ну да, можно сказать, вот эта желтая в Японии, это как двойная сплошная считается. И ее пересекать ни в коем случае нельзя, вот в таком варианте. Ну, можно туда, да, пройти. Мы же можем просто вот сейчас по обочине пойти или не лезть? Не-не-не-не, ты че, нас это, нас загребут. Скажешь, ты че, даже машины ездят, эти ученики, они бешеные, они могут там не увидеть, скажут, о, а че это, кто это тут? Потому что здесь, у них как бы трек, и они на этом треке, в общем, ну, тренируют этих новичков. Если ты как бы, ну, новичок, и ты не знаешь, как водить машину, под руководством инструктора, ну, как бы заезжаешь сюда, и не дай бог, что случится, инструктор будет отвечать. А, ну, им это нафиг не надо, поэтому... А если кто-то будет пешком ходить здесь, то, естественно, скажут, нет, вы че, ребята? Да, вот. Там же машины оборудованы дополнительными педалями инструктора. Ну, конечно, конечно, там все оборудовано, но руля там нет только у чувака. То есть, если че, он... Там подрулить. Да, он только так может подрулить. Можно немного показать и рассказать про особенности сдачи. Вот, например, это автоматическая коробка передач или механика. На них будет написано АТ, МТ. Вот как на той, вот видно, там где-то 50 АТ написано, то есть автомат. Или 50 АМТ, например, там или 49. Тут они под номерами все. Вот тут даже вот название Кибукура тут раньше, видимо, автошкола по-другому называлась. Значит, что происходит? Перед началом движения нужно обязательно осмотреть автомобиль. То есть, ну, нужно подойти спереди, заглянуть под днище. Потом обойти сзади, заглянуть под днище. И если все окей, после этого только садиться в машину. Это основное... это начало. То есть, начало экзамена. То есть, вот когда вас пригласил инструктор или этот, как его, экзаменатор, короче, в машину, он говорит, типа, все, давайте, начинаем экзамен. И нужно вот посмотреть. Если не посмотрел, все уже минус. Следующая особенность. Когда садишься в машину, нужно обязательно поправить зеркало заднего вида. Что, ну, желательно все три, как бы. И если нужно, то еще поправить себе кресло водительское. Если же этого не сделать, опять же, это будет минус. Потому что в данном случае подразумевается, что человек, не настроив от себя зеркала, он может не увидеть что-либо в зеркале. И поэтому получится, что будет аварийная ситуация. В этом плане это большой минус. После этого водитель должен спросить у всех, у всех спросить, пристегнулись ли они ремнями. Если нет, то, пожалуйста, пристегнитесь. Когда все пристегнуты, он спросил, все, типа, ши-то убил, то окей, значит, все. Значит, после этого только заводить. Иначе это тоже минус. Вот, если он завел, не спросив, если завел машину, не спросив, что, ну, типа, пристегнуты ли ремни, это значит, что просто чувак не беспокоится о безопасности пассажиров. ну и как бы это большой минус в японии как бы у них и самое главное правило это типа safety first в первую очередь от безопасности вот и соответственно вот они такую систему придумали то есть этот алгоритм нужно выполнять обязательно если что-то пропустить и японцы ну и поль сразу это увидит инструктор и скажет ну типа что вот это большой минус ты далее по саму езду то есть соответственно когда теле завели перед началом движения нужно обязательно посмотреть в зеркала включить правый указатель поворота еще раз посмотреть зеркала в мертвую зону то есть за плечо нас вот если если как указать то есть вот вот посмотрел в левое зеркало там вправо зеркало и себе за плечо туда на этот самый но желательно вообще смотреть еще и за левое плечо но если ты трогаешься в правую сторону плачь то надо за правое сначала посмотреть вот посмотрел в левое зеркало вправо и за плечо и после этого значит включаешь поворотник еще раз посмотрел в левое зеркало вправо и за плечо выезжаешь то есть начинаешь движение опять же если этот алгоритм нарушить не посмотреть до включения поворотника или не посмотреть после включения поворотника будет минус следующее это когда начало движения поехал и здесь дает знак к примеру стоп-линия здесь у блине а вон вон там вот видно значок такой этот красный треугольник тамара написано это значит нужно обязательно остановиться в этом месте там стоп линия будет если этого не сделать это будет просто огромнейший минус за такую вещь но сразу экзамен как бы но не не вот будет поэтому обязательно нужно становиться минимум на 4 там мол лучше на 5 секунд во время остановки во время остановки нужно остановиться смотреть налево направо еще раз то есть посмотреть налево направо после этого продолжит движение опять же если два раза не посмотреть минус следующие проезд поворотов все повороты как вы видите узкие очень такие колеи это это не случайно это сделано специально чтобы человек привыкал к узким дорогам потому что в японии очень много узких дорог очень много велосипедистов и нужно очень аккуратно ездить по таким дорогам перед тем как поворачивать нужно посмотреть в сторону поворота допустим вы поворачиваете вот вы двигаетесь по дороге сюда навстречу и вам нужно повернуть налево перед поворотом за 15 метров а лучше за 30 вы смотрите вы смотрите по зеркалам и в за левое плечо в сторону поворота куда вам надо повернуть в мертвую зону посмотрели включили поворотник и начинаете перестраиваться в сторону ближе к бордюру что значит перестраивать то есть это если вы ехали где-то метр от бордюра вам нужно приблизиться где-то на полметра к бордюру но может быть сантиметров на 30 бордюру перед сам поворотом когда вы будете уже здесь подъезжать к повороту еще раз посмотреть на зеркала и слепую зону в сторону поворота после этого если это такой перекресток ну к примеру то и там есть пешеходные какие-то дорожки то лучше остановиться вообще как бы not перед поворотом остановиться проверить вот слепую зону что все окей после этого только повернуть можно можно приезжать и нас на медленной скорости но при этом как мод сейчас посмотрим дистанция между задним колесом и бордюром должна быть не более чем 30-40 сантиметров во время поворота то есть нужно поворачивать прав в притирку к бордюру нельзя делать радиус большой если сделать больше чем полуметра радиус во время поворота то это будет не вот а сколько здесь таких поворотов будет то есть за каждый поворот там всего сколько всего три минуса если набираешь все ты не сдал соответственно два минуса еще нормально но три минуса все это уже не сдал получается если будет один такой минус один поворот проехали вот так второй поворот проехали так и потом любая мелочь и все и как бы на переэкзаменовку вот поэтому многие ученики те кто пересдают они проваливают экзамен просто не понимаю почему а вот из-за таких мелочей потому что в японии как бы очень много мелочей во время сдачи экзамена на вождение вот там есть несколько испытаний это типа как она змейка на змейка зигзаг зигзаг под 90 градусов с такими вешками так они висят на проволоке белые пластиковые такие столбики нужно проехать не зацепив ни один из них ни передом ни задом они висят были очень близко к дороге также после этого нужно проехать зигзаг который плавный и возможно еще восьмерку но здесь как бы зависит от школы зависит от центра переэкзаменовки я например не приезжал восьмерку только зигзаги трогания в горку у нас тоже не было хоть я сдавал на механике как бы но некоторые его но спрашивают и нужно тоже уметь трогаться в горку объезд препятствия это будет обязательно без препятствия происходит в несколько этапов за 30 метров до препятствия нужно посмотреть в левое зеркало в правое зеркало в правую мертвую зону за плечо включить поворотник и начать перестраиваться после перестроения когда вы поравнялись с препятствием включить поворотник в левую сторону и посмотреть опять же в правое зеркало в левое зеркало и за спину в сторону мертвой зоны слева и сразу после проезда препятствия перестроиться на свою полосу даже если здесь будет желтая линия ну то есть двойная сплошная в этом случае объезд препятствия разрешен но если не более двух полос если же более двух полос как в данном случае то там будет прерывистая далее при перестроении вот здесь четыре полосы вам нужно повернуть например вы едете отсюда направо происходит в несколько этапов за 60 метров до поворота когда вам например инструктор говорит вон там номер 2 до или 3 направо повернуть вы едете за 60 метров до поворота смотрите в левое зеркало потом в правое зеркало потом в правую мертвую зону за плечо включайте правый поворот перестраивайтесь на свой на эту полосу значит после этого еще раз сразу же включаете правый поворот смотрели в левое зеркало в правое зеркало и за спину в заправы за правое плечо и уже подъезжаете вот к такому треугольнику который на дороге нарисован подъезжайте к треугольнику останавливаетесь обязательно останавливайтесь там смотрите опять же по сторонам влево вправо еще раз посмотрели влево вправо после этого только поворачивайте то есть вот такой алгоритм прохождения поворота когда более двух полос ну или две или более полосы полосы основные моменты я рассказал естественно нужно смотреть на знаки где там какие знаки если там уступи дорогу остановка запрещена или еще что-то независимо от того что будет гореть инструктор например он говорит вам остановись здесь если знак висит что остановка запрещена вы должны сказать что нет здесь нельзя останавливаться потому что иногда они вас проверяют на как сказать на знание знаков и специально говорят вот на давай нарушить действия человек он думает на все нормально останавливаться все это как бы минус вот такого плана вот сейчас данный момент машина проезжает зигзаг да он хочет видимо выехать налево повернуть я не знаю сейчас посмотрим но вообще там нельзя выезжать на налево потому что там две полосы это очень острый угол да 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 через две полосы вот так вот через сплошную они они с этой стороны выезжают но знаешь все нормально да я думал просто он туда поедет там так нельзя выезжать было на северму да вот он выезжает сразу сразу поворачивает но опять же тут надо смотреть чтобы задние колеса ни в коем случае не касалась бордюра но и в то же время не было далеко это основные особенности сдачи все остальное а также на прямых участках вот например как здесь если более там 100 метров или там около 100 метров и висит знак вот 50 но надо примерно хотя бы до 3 скорости машину разогнать ну то есть до механики если туда 3 надо разогнать на прямой если это не сделать это тоже будет минус потому что это как бы называется скоростной участок нужно разогнаться полностью там фига он там по встречке проехал водитель выехал так хоп туда и завернул а что касается мотоциклов но здесь сказали что они уже не обеспечивают данным данной услуги сказали что нужно искать другие мотошколы у них только мелкие скутеры вот как там вот катаются 125 кубов и все не более того на замечу что не пытайтесь запомнить маршрут имеется ввиду в этой мотошколе или автошколе где вы там в мотошколе нужно в автошколе или в центре переэкзаменовки не нужно запоминать потому что он всегда может быть меняться если вы запомнили один и исследуйте ему и вам инструктор сказал поверни там направо у тебя по маршруту надо прямо проехать надо следовать указанием инструктора или экзаменатора иначе это будет не вот опять вот такого плана занятия и самое главное что по крайней мере на данный момент меня волнует это знание всех этих тонкостей нюансов там где-то нужно например там поворот головы направо поворот головы налево вот эти все тонкости я просто боюсь что я их могу например забыть время сдачи экзамена или там переволнуюсь при виде злого японского инструктора смысле экзаменатора вот поэтому важно конечно наверное зазубрить все эти моменты поворот там змеек повороты головы хотя по факту я понимаю что в своей обычной жизни во время вождения машин я и так смотрю в мертвые зоны по умолчанию мне не нужно об этом говорить или напоминать это как бы то что здравомыслящий водитель должен делать всегда просто тут делается на этом акцент и может быть такой какой-то пугающий акцент что вот ребята вы обязаны это делать и ты такой сидишь думаешь блин а что еще должен делать кроме этого но по факту насколько я вот сейчас понял весь экзамен просто состоит из скажем здравомыслящих наборов инструкций которые водитель нормальный водитель должен делать жизни поэтому по факту наверно просто но есть смысл стараться не волноваться но понимать при этом все тонкости и особенности именно экзамена японского вот и просто выполнять это все поэтому попробую пройти через эту процедуру потом ну да в принципе все правильно как бы как складе что здесь самое важное это знать вот именно особенности алгоритма сдачи то есть но как бы последовательности действий которые ну нужно желательно соблюдать после этого можно уже ездить как бы понятно дело уже не не так головой вертеть то что там реально как на карусели надо вот на экзамене вертеть но когда уже в реальной жизни ездить человек естественно смотрит по сторонам это это важно очень особенно в японии как где много велосипедистов мамаш всяких там на этих с детьми катаются на велосипедах они очень опасно ездит бывает даже по встречке есть поэтому их вот надо опасаться и почему здесь такая вот но уделяется внимание чтобы дистанция от бордюра до машины то что там не должен проехать велосипед то есть нужно держать такую дистанцию при повороте на на при налево чтобы там между бордюром и машина не проехал велосипед иначе много случаев японии когда сбивали велосипеда именно вот на таких поворотах поэтому здесь нужно акцентировать свое внимание именно вот на этих вещах но у нас сегодня все если вам понравилось не забывайте подписываться ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями если вам интересно также про узнать про какие-то особенности сдачи на мотоциклах или на автомобилях задавать вопросы в комментариях постараюсь на них ответить на с вами был дэн до новых встреч пока всем пока а